Всем привет! Сегодня пятница. Сегодня будем кулинарничать. Сегодня буду делиться своими кулинарными рецептами. Сегодня буду делать и расскажу вам про одно блюдо, которое мне очень нравится. Который называется у нас меланеса. Как она называется у вас, я даже честно скажу, не знаю. Так что, для этого нам нужно, для этого нам нужно сначала... Блин, задолбала эта собака сраная. Так, значит для этого нам нужно мясо. Не знаю как там с других мяс делается меланес. Мы всегда дома делаем из говядины или из курятины, из куриной грудки. Так что, кто там будет спрашивать со свинины, из баранины, я не знаю. Из кролика тоже не знаю, пускай сами пробуют. Вот мы будем делать из этого, я покажу как это делается. Оно похоже что-то на отбивную, но это не отбивная, мы ничем ее не отбиваем. Это очень вкусное блюдо. Для этого нужно взять мясо, к примеру говядину. И попросить, пускай вам порежут или порежьте сами тонким ножиком на такие кусочки, которые, к примеру, вот такой толщины. Видите? Вот такие кусочки. Вот, я попросил, мне в мясном магазине порезали вот такой толщины кусочки мяса. Так. Или же, если вы берете куриную грудку тоже, ее же разделывают тоже на такие вот тонкие кусочки. К примеру, вот такого. Вот, чтобы видно было, как она разделана. Куриная грудка вот такой толщины где-то. Вот такие кусочки. Вот это, так сказать, исходный материал, который нам нужен. Так. Посмотрим, что нам для этого нужно. Нам нужно, допустим, ну, яйца. Я взял, к примеру, вот здесь два яичка. Разбил. Вот здесь чеснок. Я взял чеснок, натер на мелкой терке. Можно порезать маленьким-маленьким, посечь ножницами, ой, ножницами, ножиком посечь на маленькие такие кубики. Добавляем чеснок. Потом добавляем сюда яйцо, соль. Все зависит от того, сколько меланез вы собираетесь сделать. Отсюда нет таких рецептов, сколько чего. Теперь добавляем сюда перец. Можно таким намолодить, можно насыпать уже молотом. Просто большие кусочки получаются очень намного вкуснее. Когда такой раздавленный, больший или крупный, несвеже подавленный. Ну, вот это. Теперь я еще буду добавлять тут вот смесь всяких трав зелененьких, сухих. Если хотите, можете укропчика туда или петрушки немножко. Вот, допустим, раз, вот так. Теперь это все надо хорошенько размешать. Взять вилочку и взбить. Итак, приступим. Значит, имею 3-4 тарелочки. Вот здесь обыкновенная мука. Здесь яйцо со всякими специями. Здесь панировочные сухари, сухарики. И, соответственно, наши кусочки мяса, которые мы называем меланеза. Берем. Сначала, первое, идет это меланеза, легонечко-легонечко в муку. Это, чтобы яйцо держалось. Так что много мы сюда не вбиваем. Вот так. И теперь запускаем его в яйцо. Так-с. После того, как в яйце обваляли, да, в сухари панировочные, берем и вот так вот хорошо вдавливаем это все. Хорошо. Мужчины, готовьтесь. Сейчас выходные. Жены-то меня некоторые уже спрашивают, каким образом можно заставить моего мужа, чтобы он там занимался кулинарией, как вы. Так я ей порекомендовал, чтобы она стала веетарианкой и готовила только морковку и капусту. И тогда, когда он захочет кушать что-нибудь вкусненького, он обязательно начнет сам. Смотрим. Видите? Тык-тык-тык. Смотрите, какая красота. Вот. Мы вот на эту сторону положим такие меланезки, сделаем несколько штук. Берем куриную, к примеру, повторяем то же самое. Это, чтобы просто показать, что можно делать и такие, и такие, как они будут выглядеть. Вот. Тоже муку. Обтряхнем лишнюю муку. В яйцо хорошенечко. Вот видите, мы их не отбиваем, потому это не является отбивным. И сюда. Сначала перевернем пару раз, чтобы оно взяло, а теперь подбиваем. Некоторые, которые в магазинах продают, или на улицах, они там, чтобы их экономить, так сказать, мясо, они делают пару раз. Возвращают после этого снова в яйцо, и снова, к примеру, в панировочные сухари. Тогда она толще становится, такая более хлебная. Но, мы что для себя делаем, нам это не обязательно. Вот такая, получается, сухая меланеса. Вот. Итак, мои полуфабрикаты готовы. Смотрите, какие прелестные получились. Это из говядины, а это из курочки. Они, так сказать, чуть-чуть меньше размером получаются, потому что там же грудинка, а мясо можно порезать и пошироко. Ну, все, пошел их теперь жарить. Итак, теперь буду жарить. Значит, на среднем огне немножко налил подсолнечного масла в сковородочку. Приготовил вот мои меланесы. Вот здесь такая тарелочка с этими салфетками бумажными. Вот еще у меня рулончик салфеток. Это для того, чтобы перекладывать каждый слой с салфеткой, чтобы они, как говорят, впитывали потом масло. И начинаем. Вот. Раз. Одну такую, и одну, к примеру, куриную. Ну. Вот так надо все пережарить. Потом буду заглядывать по низу и смотреть. Если будет такое золотистое, хорошенькое, переверну на двую сторону. Вот, смотрим. Если до такой вот степени зажарились, так приподняли, немножко легонько и книзу заглянули. Если они стали вот такими, это достаточно. Можно их переворачивать. Вот только что это и сделал. Значит, еще здесь мы будем их, так сказать, а не полежать немножко на салфетках. А потом будем вынимать, салфетки менять и сказать другую. И так, по две штучки, по две штучки мы все сделаем. Смотри, какая красота. Еще бывает так, что они немножко поднимаются, сдуваются. Так что можно так взять лопаткой и, хоп, и чуть-чуть помочь их прижариться так. Идея понятна? Вот еще подсказка, что куриная потолще бывает. Значит, жарится немножко дольше. Не обязательно вынимать одновременно. Надо каждую в отдельности смотреть. Видите? Я одну уже, вот, и с говядиной. А куриную еще подержу немножечко. Еще одна подсказка. Если вы видите, что крошки начинают, видите, пригорать, такие хлеба, значит, надо сменить масло. Выливайте мою сковородку и свежее масло. Тогда не будет запаха горелого, не надо. Будет все классно. Итак. Шарик меланеси. Еще называется аргентинский шницель. Я только что вычитал в интернете. Теперь уже буду знать, как это называется. И вы будете знать. Мы закончили. Теперь главное. Смотрите. Инструкция по тому, по применению. Как их применять. Как можно это применять? Это вот скукоженные немножко такие. Это мясные меланесы. Такие более прямые. Это куриные. Потому что мясо, когда жарится, оно немножко бывает, так сказать, скукоживается. Значит. Применяем для деток. Берем такую большую, самую большую меланесу. Ложим на тарелку. Сюда рекомендую положить салата. Побольше ему. Или пюре картофельное. Это одно будет применение. Подаем. Но мне больше нравится другое применение, которое мы, в принципе, и делаем. Берем такую ищем. Булку хорошую. Какую-нибудь французскую. Разрезаем ее пополам. Сейчас мы ее просчитаем. Вот. Теперь уже не как для панчаса. А разрезаем полностью. Так. Ножик возьми. Правильно. Возьму правильный. Вот. Так. Значит. на нее, на булочку, берем майонез. Вот. У нас либре де холестерол называется. Это который без холестерина. Ну. Берем любой майонез. Можно домашний. Можно домашний. И ложим на булочку майонез. Вот так. Угу. Теперь берем любую. Майонез. Теперь берем и размазываем. Майонез. Да. Можно немножко даже правильно подсказывать. Берем немножко размажем. Так он не будет у нас разрезаться сильно. Хорошо размажем. Ну я так хочу. Так. Берем Иванезу. Ложим. Держим, чтобы не упало. Сюда. Держи. Теперь. Берем большой листок. Какой-нибудь из салата. Вот. Сюда. Теперь. У нас еще. Берут. Помидоры. Тоненькие. Будем тоньше. Вот так. И делаем еще помидорки сверху. Вот так. Раз. Раз. Ну. Если из булки не валятся. Значит и так. И присаливаем это все. Если кому-то нравится еще что-то. Может еще положить. И получаем. Вот такой здоровенный сандвич. Смотрите. Очень вкусный. Очень полезный. Разрежу. Вот так. Покажу. Как он внутри выглядит. На срезе. Так что. Давайте. У вас выходной впереди. Вот я его так покажу. Посмотрите. Держу просто, чтобы не упал. Готовьте. Повторяйте мои рецепты. Приятного вам аппетита. Это для вас. Наслаждайтесь. Пока. Приятного аппетита. Продолжение следует...